ДНК Мы начнем с описания молекулы ДНК. Функция ДНК заключается в хранении генетической информации. Молекула ДНК состоит из трех компонентов. Первый компонент – это фосфатная группа. Химическая единица, содержащая один атом фосфора и четыре атома кислорода. Оксиджем. Фосфатная группа содержит фосфор и оксиджем. Оксиджем. Фосфатная группа содержит фосфор и оксиджем. Второй компонент ДНК – это сахар пентоза. Он состоит из пяти атомов углерода. Шугар. Кабон. Пентоз шугар contains five carbon atoms. Шугар. Кабон. Пентоз шугар contains five carbon atoms. Третий компонент ДНК – это четыре азотистых основания – адемин, гуанин, тимин и цитозин. Бейс. ДНК – это сахар пентоза. Бейс. ДНК – это сахар пентоза. Фосфор, входящий в состав фосфатных групп, поступает в организм продуктами питания. Больше всего фосфора усваивается из морепродуктов. Пинтоза получается путем модификации шестиуглеродного сахара, глюкозы, который поступает в организм, в основном в виде крахмала. Азотистые основания образуются в результате цепочки биохимических реакций. Для синтеза пуринов необходимы три аминокислоты – глутамин, аспартат и глицин. Асид, аминоэсид, фолик асид – три аминоэсиды используются для пурин-симфазии. Асид, аминоэсид, фолик асид – три аминоэсиды используются для пурин-симфазии. Также для образования пуринов требуется фолиевая кислота, витамин В9, которая подвергается специфической трансформации. При недостатке фолиевой кислоты организм начинает испытывать проблему с синтезом ДНК и, следовательно, с производством новых клеток. Дефицит фолиевой кислоты может быть вызван недостаточным употреблением овощей или длительным использованием некоторых препаратов, таких как пенитаин или метатриксат. Дефицит фолиевой кислоты ведет к возникновению макроцитарной анемии. Размер эритроцитов, красных кровяных телец, при такой анемии ненормально большой, как у их стволовых предшественников. Поэтому параметр MCV, который говорит о среднем размере эритроцитов, в общем анализе крови обычно больше ста. Женщинам, планирующим беременность, рекомендуется прием 400 мг фолиевой кислоты ежедневно для предотвращения развития патологии плода, которая называется спинобифита, расщепление позвоночника. Препарат метатриксат – это антиметаболит, который применяется при лечении ревматоидного артрита, некоторых видов аутоиммунных заболеваний и рака. Его механизм действия заключается в ингибировании метаболизма фолиевой кислоты, приводящей к прекращению деления иммунных и раковых клеток. Препарат триметаприм-сульфаметексазон в англоязычной литературе TMP-SMX, известный также как бисептол-ИКО-тримоксазон, имеет аналогичный механизм действия, подавляя метаболизм полевой кислоты в бактериальных клетках. Этот препарат используется для лечения мочевых инфекций, а также пневмоцистной пневмонии, типичной для пациентов с ВИЧ. Итак, мы познакомились с тремя составляющими компонентами ДНК. ДНК, фосфатная группа, сахарпентоза и азотистое основание. Теперь рассмотрим, каким образом они формируют структуру молекул. Структура. ДНК имеет структуру. Структура. ДНК имеет структуру. Представим каждый компонент ДНК в виде графического символа. Комбинация фосфата и пентозы с одним из осудистых оснований дает нам 4 нуклеотида, которые составляют структурную единицу ДНК. Ингибиторы обратной транскриптазы – это группа препаратов, которые используются для лечения ВИЧ и гепатита В. Эти препараты являются видоизмененными аналогами природных нуклеотидов. Они встраиваются в вирусную ДНК, останавливая ее синтез. Пары азотистых оснований комплементарны друг другу, то есть могут образовывать устойчивую связь только со своей второй половиной. Молекулы пентозы соединяются друг с другом через фосфатные группы, образуя каркас молекулы ДНК. Триплет азотистых оснований составляет кодон, который является буквой алфавита генетического кода. Один кодон соответствует определенной аминокислоте. Две комплементарные цепочки соединяются друг с другом с помощью пар азотистых оснований. Молекулы закручиваются вокруг продольной оси, образуя двуспиральную структуру. Дабл хиликс. Чейнс have double хиликс. Дабл хиликс. Чейнс have double хиликс. Теперь для наглядности представим молекулу ДНК как длинную нить. Long thread DNA is a long thread Long thread DNA is a long thread Гистон – это специальный белок в ядре клетки. Несколько гистонов объединяются в один комплекс – октомер. Нить ДНК объявляется вокруг гистонного октомера, как вокруг катушки, формируя нуклеосому. Нуклеосомы собираются в плотный комплекс, который мы называем хроматин, потому что он окрашивается и хорошо виден под микроскопом. Хромосомы состоят из хроматина, который, в свою очередь, представляет из себя молекулу ДНК, компактно упакованную с помощью гистонов. Транслокация – это генетическое нарушение, вызванное перемещением генов между двумя хромосомами. Филадельфийская хромосома получается при транслокации определенного участка хромосомы 9 на хромосому 22. Появление этой хромосомы связано с развитием хронической миелогенной ликемии. Имотинит – это препарат, который используется для лечения данного заболевания. Механизм действия этого препарата заключается в блокировании воздействия транслокированного участка одной хромосомы на участок другой. Половые клетки несут половину хромосом обычной клетки. При слиянии половых клеток образуется соматическая клетка, несущая полный набор хромосом. При синдроме Тернера теряется одна х хромосома. Этот синдром характерен задержкой роста, потерей функций яичников и врожденными пороками сердца. Синдром Дауна характеризуется врожденным наличием лишней пары 21-й хромосомы. Вероятность возникновения синдрома Дауна в значительной мере зависит от возраста матери. Итак, мы рассмотрели строение молекулы ДНК. Теперь поговорим про репликацию ДНК. Это процесс, при котором из материнской молекулы образуются две дочерни. Этот процесс необходим для передачи генетической информации по следующим поколениям клеток. Процесс репликации начинается с образования репликационной вилт в процессе разделения цепочек ДНК с помощью фермента хеликазы. В процессе образования репликационной вилки вектор напряжения движется вдоль цепочки ДНК, приводя к образованию суперспирали. Специальный фермент топоэземираза умеет разрезать суперспирали и сшивать их заново, ослабляя напряжение цепочки. Тортиналоны – это группа антибиотиков, которые ингибируют действия бактериальной топоэземиразы, что приводит к прекращению деления этого микроорганизма. После образования репликационной вилки фермент ДНК-полимераза присоединяет комплементарные нуклеотиды, последовательно достраивая двойную цепочку. Фермент ДНК-полимераза имеет встроенный механизм проверки построенной цепочки. При появлении ошибки она исправляет ее, заменяя неправильный нуклеотид правильным. Репликация имеет полуконсервативный характер. Это означает, что каждой клетке, получившейся при делении материнской, достается одна цепочка от первоначальной ДНК и вторая, построенная с помощью ДНК-полимеразы. Each original. Each cell has a half of original DNA. Each original. Each cell has a half of original DNA. Давайте подведем итог. ДНК состоит из трех компонентов. Фосфатной группы, пентозы и четырех азотистых оснований. Структурной единицей ДНК является нуклеотид. Нуклеотиды комплементарны друг другу и образуют кадоны, с помощью которых шифруется генетическая информация. ДНК хранится в виде двуцепочечной спирали, организованной вокруг белковых комплексов, гистонов. При делении клетки ДНК подвергается репликации с помощью ферментов, таких как хеликаза и ДНК-полимераза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok